Всем привет! С вами Македа Про и, соответственно, ведущий блога Александр. Сегодня мы будем говорить об автомобильных сайтах, о том, как их создавать. Я дам вам источники контента, ну и расскажу, в общем, что, как делается. И дам какие-то свои напутствия, поделюсь своим видением того, как это должно выглядеть. Ну а дальше уже решение за вами, принимать мои советы во внимание или нет, ну и решать вам. Я писал этот пост два месяца назад в свой блог. Советую вам настоятельно, рекомендую подписаться, потому что очень много будет интересных материалов, очень много будет интересных статей, видео. Соответственно, у меня на сайте вы можете найти ссылки в социальных сетях на странице, которые я веду. И куда кросспостятся мои записи, это в Facebook, Google+, Twitter, ВКонтакте и адрес моего канала в YouTube. Ну и сейчас мы поговорим непосредственно о создании автомобильных сайтов. Ну, в принципе, наверное, автомобильный сайт это такая тематика, которой интересуется каждый молодой парень, мужик. Ему очень интересно, мужчины в своем большинстве, конечно, интересуются автомобилями. Ну и когда возникает желание создать какой-то сайт, соответственно, очень многие прибегают к тому, чтобы создать сайт непосредственно автомобильной тематики. Ну, это интересно, это познавательно, это полезно для себя. Ну, я со своей стороны могу сказать о том, что автомобильные порталы я создавал, их было два. Один из них был самый первый, я на нем тренировался что-то делать, как-то работать с WordPress. Потом я его благополучно прибил, этот ресурс, ну, он мне дал очень много, очень много в плане, там, практики, каких-то технических нюансов работы с сайтами, с WordPress, там, продвижением и так далее. Ну и затем там был еще у меня один портальчик, который я создавал, он был посвящен Формуле-1, он очень быстро раскручивался, очень быстро и хорошо работал. Приходили посетители, были интересные статьи, но вся загвоздка была в том, что нужно было очень много материалов публиковать. На тот момент у меня была возможность публиковать те материалы регулярно, соответственно, я их публиковал, ну и рост посещаемости был, конечно, заметный. Там были не тысячи человек, это были десятки, постоянно появлялись каких-то новых читателей, новых пользователей, но, тем не менее, они были, ну и это очень хорошо. Надо как бы поддерживать самолюбие, давая понять, что ты делаешь что-то правильно и ты идешь в правильном направлении. Свой пост я разбил на несколько таких вот частей, в которых, одну из которых я обозначил как начало. Ну, начнем с начала. Очень много есть порталов, автомобильных ресурсов, непосредственно новостников, сырых, неинтересных, некрасивых и, соответственно, не привлекающих к себе внимания. С чем это может быть связано? Первое, это может быть связано с тем, что у человека нет опыта и понимания того, что такое вообще автомобили, что такое автобизнес. Ну, и, соответственно, нет понимания какого-то технического о создании сайта и вообще работе, допустим, там, с какими-то движками, Content Management System, CMS, как мы их называем. Если же у вас с этим все в порядке, если вы подкованы в каких-то технических нюансах, то, в принципе, у вас все срастется, все получится. Естественно, автомобильная ниша, она такая достаточно-таки сложная, пробиваться в ней не очень легко, но если вы пробьетесь, если у вас будет интересный портал с интересным функционалом, если вы сможете заинтриговать своего читателя, если у вас будет в первую очередь очень интересное доменное имя, если у вас будет интересная концепция, например, у меня на сайте, вы можете найти в подвале, можете найти ссылки на мои портфолио и на услуги. Вот то, чем я занимаюсь. Я занимаюсь непосредственно разработкой вот этих вот проектов с нуля и создаю так называемый, занимаюсь так называемым стратегическим планированием, стратегическим анализом. То есть, что это из себя представляет? То есть, вы хотите создать проект, вы, допустим, имеете какое-то представление об этом и вот здесь вот это вот хитросплетение старт-мастеринга, то есть, создание непосредственно самого сайта очень переплетается со стратегическим планированием и с технической оптимизацией. То есть, нужно понять, для кого будет этот сайт, нужно понять, под какой регион, нужно понять, на какую аудиторию мы ориентируемся, то ли это любители спортивных автомобилей, то ли это любители коммерческой грузовой техники, которые будут читать новости. То есть, вот это вот стратегическое планирование нужно просто брать, садиться и расписывать с потенциальным клиентом, человеком, который собирается создать сайт, все это будет создаваться, все это будет расписываться до каких-то мелочей, в плане там даже цветовой палитры, либо если мы берем под разработку какой-то шаблон, то я помогаю определиться с этим шаблоном и как вообще работать дальше. Это что касается стратегического планирования. Это же стратегическое планирование, как бы вектор силы нужно приложить правильно здесь, непосредственно в этой нише. Каждая мелочь, она играет важное значение. Начинает логотипы, начинает подача информации от качества текстов, от качества непосредственно графики, которая присутствует на сайте. Ведь понимаете, что новости автомобильные, это в первую очередь, это графический контент. Да, текст это замечательно, но это половина дела, нужно еще и иметь, владеть графическим контентом. Соответственно, все будет красиво, если у вас качественный шаблон, если у вас есть техническая SEO-оптимизация, у вас там настроены кэши и все эти дела, и если у вас правильно прописаны страницы, ключевые слова, подтексты. Значит, что касается непосредственно работы по автомобильной тематике, тут понятное дело, что придется работать с низкочастотными запросами. С низкочастотными запросами очень редко могут выстрелить какие-то среднечастотники. Если новость актуальная, вы попадаете в этот среднечастотник, и у вас свежая, интересная, уникальная новость, там 500 слов текст, хороший графический материал, вы регулярно публикуете материалы, и поисковые системы уже быстро бот обходят страницы вашего сайта, то у вас есть успех зацепиться за какие-то среднечастотники. У меня уже был опыт, я не боялся делать страницы по среднечастотной запросу, вообще никак их не продвигая, они просто вот выстреливали, вот так вот бах, и все, и сотни посетителей приходили просто вот по этому запросу, и страничка, допустим, в топе где-то там падала, куда-то на вторую, на третью страницу, но проходило время, она потом возвращалась в топ и оставалась там, и это все работало. Соответственно, если мы оттолкнемся вот из этого, если мы будем отталкиваться от моей записи и непосредственно от вступления, от начала, всем нужно понимать, что вы должны быть технически подкованным человеком, и вы должны разбираться непосредственно в автомобильных терминах, потому что, ну а, вот эта вот ниша и автомобильная тематика, она не покоряется, она не подчиняется людям, которые в ней не разбираются, б, нужно владеть терминологией, потому что есть какие-то нюансы, и когда вы будете писать контент, это все очень важно, и в, у вас должен быть классный, качественный ресурс для того, чтобы люди комментировали, люди писали, и для того, чтобы ваш ресурс процветал, и был интересен, и приносил пользу не только посетителям, но еще и вам, потому что понятное дело, что любой сайт, со временем на нем появляется реклама, и человек хочет отбить сначала, сработать хотя бы в ноль, какие-то вернуть затраты, там, на хостинг, на доменное имя, на какие-то, может быть, технические доработки в плане, там, дописывания кода, создания плагинов и всего такого прочего, вот, поэтому нужно настроиться на то, что над этим ресурсом придется работать, нужно настроиться, что придется вкладывать в это все время, деньги по возможности, в зависимости, как говорится, от их количества и наличия, ну, и, как говорится, надеяться на все самое лучшее. Следующее, чему стоит уделить в автомобильном сайте, внимание, это, естественно, структуре. Здесь есть два варианта. Как я уже сказал, можно сделать структуру сайта, то есть, рубрикатор довольно-таки обширный. Все зависит непосредственно от источников новостей и от той темы, которая вам интересна. Если вы любите малолитражки, это уже такая более узкая ниша, соответственно, вы можете брать смело тематику малолитражных автомобилей, либо это будут автомобили с электрическими двигателями, какие-то там экологические решения для автомобильного бизнеса и для автомобилей повседневного использования. Можете смело брать, смело заниматься. Допустим, делить этот рубрикатор, там, разбивать легковые автомобили с электродвигателями. Как говорится, это сейчас будущее. Те же самые Tesla автомобили выпускаются. Даже с учетом того, что бензиновые моторы остаются на ходу, еще будут очень долго пользоваться спросом. Но вот эта вот тематика экологичности, экономичности, она будет набирать обороты, будет привлекать все больше внимания среди читателей. Соответственно, вы можете взять, пусть там, малолитражки электрические, средний класс, грузовые автомобили электрические. Ну, то есть, вот все это связано. То есть, что касается рубрикатора. Решать вам, раздувать этот рубрикатор, либо нет. Я никогда не старался раздувать рубрикаторы на всех своих сайтах. Делал 3, 4, 5 рубрик. Во-первых, человек попадает в нее, он понимает, о чем идет речь. Во-вторых, проще вам работать с этим совсем. Не плодить вот эти вот рубрики, там, а потом, где, допустим, 30 рубрик, а все сваливается в рубрику под названием «Разная». Не очень хорошо это все. Не очень это хорошо и для читателей, не очень хорошо это для поисковых систем. Поэтому рубрики должны быть конкретные. Новости в эти разделы, в эти рубрики должны подаваться конкретные. Прописывайте под них конкретные теги. Они должны быть такие вот приведены к какому-то общему виду, чтобы не было там куча разных тегов под одну статью. Потому что есть люди, которые пользуются тегами. Соответственно, они нажимают на тег, переходят на страницу. Если у вас там одна, например, новость, а на сайте этих новостей 10 тысяч, ну, выглядит это не очень хорошо. Это значит, что вы неправильно подобрали тег под страницу. И, соответственно, у вас, как в большинстве шаблонов, под записью в блоке это интересно, либо еще что-то, если у вас стоит настройка вывода по тегам, то, ну, ничего хорошего у вас там не будет вылезать в этих данных. Поэтому вам стоит определиться. Хорошо, если вы, допустим, занимаетесь спортивными автомобилями, интересует вас эта тематика, тюнинг, грузовики, допустим, просто любите мощные автомобили, какие-то там тюнингованные, нетюнингованные, просто мощные автомобили, вот вас просто прет вам автомобиль от 8 котлов, от 8 цилиндров, представляет только интерес, все, что до этого вы считаете малолитражками. Есть узкая ниша, занимайтесь ей, работайте в ней, копайте в ней, потому что вот эти вот узконишевые сайты, они привлекают к себе больше внимания. Если вы беретесь за автомобильный ресурс такой вот общей тематики, сводите эти все рубрики непосредственно к какому-то, унифицируйте их как-то, сведите там, сделайте 5-6, те же самые легковой, грузовой, спорт, технологии, экология, вот как-то вот так вот сделайте, чтобы не было большого рубрикатора, чтобы не было огромного количества рубрик, и тех же самых мотоциклистов. Есть люди, которым кроме автомобиля интересны еще и мотоциклы, можно спокойно добавить рубрику, будут классные, интересные новости, особенно если там хорошее изображение, вообще будет круто. Если вы претесь сугубо по мотоциклам, делаете мотоциклетный ресурс, по мотоциклам ресурсов на самом деле не так уж и много, поэтому все зависит непосредственно от вас, потому что, как я всегда говорю, принесет вам прибыль только то, что приносит вам удовольствие, потому что человеку, если приносит удовольствие какая-то конкретная тематика, он убивает на нее все время, он убивает на нее все ресурсы, физически, материально занимается. Если, допустим, сделать все это, просто распылиться на несколько рубрик, и будет в одной рубрике тысяча новостей, в других рубриках будет по одной новости, ну, соответственно, человек зайдет, посмотрит, да уйдет, у него не останется никакого положительного впечатления о вашем сайте. Поэтому будьте добры, пожалуйста, продумывайте структуру, вот то, о чем всегда мы говорим на консультациях, то, о чем мы говорим все, говорят блогеры, которые занимаются сайтостроением, SEOшники, всегда сначала продумайте проект, это то, что я вам сказал в самом начале, стратегическом планировании, обдумайте, как он приблизительно будет выглядеть, как у вас будет сформирован вывод записей. Хорошо, например, если я отталкиваюсь всегда по какому-то проекту, я всегда отталкиваюсь от шаблона, то есть я сначала в голове придумываю тематику, обдумываю, что я хочу, затем я лезу, выбираю шаблоны, и я уже автоматически представляю себе, как это все будет выводиться, и я это либо принимаю, либо это не принимаю. После этого я уже, соответственно, подхожу к процессу с готовой структурой, с рубрикатором, и уже начинаю ваять, уже начинаю работать, то есть, соответственно, я дальше уже начинаю внедрять какие-то технические моменты, то есть шаблоны для сайта. В прошлое ушли вот эти вот все блоговые варианты, одна большая миниатюра, немножечко текста анонса, и вот это вот все пролистывается вниз. Это все ушло, сейчас автомобильные сайты, большинство их, строятся на шаблонах, которые сделаны под новостную тематику, то есть имеют такую журнальную компоновку. То есть журнальная компоновка, это вот такой вот у нас вариант, когда мы заходим на главную страницу и видим очень много миниатюрок. В чем прикол? Человек заходит на такой ресурс, вот я, допустим, для примера, Hot Topics, это вот отличные темы от MVP Temps, производителя, от Кодера, который создает эти темы. у них очень хорошие шаблоны, у них очень простые админки, и, соответственно, у них очень красивые главные страницы и страницы с выводами непосредственно записей. Человек, когда заходит на главную страницу, видит кучу миниатюрок, особенно если это красивые, качественные миниатюрки, это машинки, он просто каждую миниатюрку открывает в новой вкладке, смотрит, эту новость читает, потом переходит к следующей, это ваши поведенческие факторы, это время просмотра, это количество просмотренных страниц и все. Если это страница с блоговым выводом новостей, то есть, как в блоге, большая миниатюра, страница большая миниатюра, анонсик и ссылочка, там читать далее, справа у вас просто сайтбар, ну, как бы минимальное будет количество просмотров таких материалов, потому что, ну, дальше первой, второй страницы у вас просто никто не пойдет, и читать эти материалы не будет. То есть, зашли на главную страницу и посмотрели там первые 2, 3, 5 новостей, ну, и на этом все будет заканчиваться. Вот. Соответственно, шаблон «Наше все». От этого очень многое зависит. Тут мы сейчас посмотрим Hot Topics, довольно-таки известная, популярная тема, я с ней работал, я делал на ней там несколько сайтов, очень хорошая вещь, с классной админкой, и управляется, все очень настраивается, шрифты, блоки рекламы, цвета, цветовая палитра, то есть, все-все-все эти моменты, это все в этом шаблоне реализовано и сделан он классно. Это я вам просто выложил на странице, как пример, адрес страницы я размещу под видео, и вы сможете уже конкретно там зайти и по этим ссылочкам походить, посмотреть. То есть, вот здесь есть все блоки, рекламные, это все можно вставлять, то есть, если бы, допустим, у нас был блоковый вывод, мы бы видели в одной части справа, например, либо слева, вот такой вот сайдбар, здесь вот такая большая фотография шла, здесь анонс, и далее шло бы так, ниже, ниже, ниже. Миниатюра, анонс, ссылка читать далее. Здесь вот уже такая вот журнальная компоновочка по рубрикам, здесь можно выводить конкретно в каждом блоке рубрики. Вывод, опять же, отдельный сайдбар под последние новости, либо выдается вот по рубрикам. Ну и последние новости, которые, если мне не изменяет память, они просто выводятся тегом отдельным, don't miss, то есть, не пропусти горячие новости, там, тренды, как сейчас пишут, это все выводится тегом. Ну и в слайдере тоже все материалы вводятся тегом, поэтому все вот так вот броско и хорошо. То есть, вам нужно что? Вам нужно, чтобы это все бросалось в глаза. Красивая картинка, классно. Раз, нажал, допустим, человек, открыть в новую ссылку, в новой вкладке. Вот так вот пошел, 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 пошел. Все оно как бы манит, все интересно, все красиво, все ярко, все хочется посмотреть. Это ваши поведенческие, это ваше все. Поэтому можно сделать красивую страницу. Это я о том, что нужно использовать красивые, яркие броски главной страницы, своих шаблонов и потом уже от этого, как говорится, плясать. Вот я вам привел несколько здесь вариантов по выводу шаблонов. Вы увидите, как выводятся новости здесь. Несколько вариантов есть. Пожалуйста, разброс, ценовая категория, вилка от 39 до 100 долларов. Поэтому можете выбирать себе любой шаблон, работать с ним. И здесь я выложил, в принципе, те шаблоны, которые идут с очень простой админкой. Они сразу же там оптимизированы. Они уже пишутся на HTML5. У них там все реализованы возможные настройки по SEO. Кому нужно. То есть все вот эти вопросы здесь абсолютно закрыты. Есть у меня еще видео, как получить премиум тему в WordPress бесплатно. Можете посмотреть, что это и как, и от чего это все танцует. Теперь переходим к продвижению. Соответственно, вы будете писать, вы будете стараться писать уникальные статьи. Не какую-то фиговину рерайтить, либо копипастить себе в блог с каких-то известных журналов автомобильных, из каких-то изданий. Вам, соответственно, нужно получить уникальный контент таким путем. То есть берем из источника и превращаем его в уникальный. Вы знаете, как я это делаю. Я беру иностранные ресурсы, получаю, беру оттуда вытягиваю новости. Там очень много, как правило, медиафайлов, каких-то изображений, графики. Перевожу, адаптирую текст, выкладываю и, соответственно, получаю уникальный контент. Но почти уникальный, потому что люди на других ресурсах каждая секунда дорога. Они тоже сидят, выкладывают контент. Для этого у нас в Яндекс.Вебмастере есть оригинальные тексты и возможность переобхода страниц. То есть, если очень быстро бот увидит, что это уникальная новость и такого нет, в выдаче такой информации, то есть все шансы, что ваша страница окажется в топе. Пускай и ненадолго, но она будет и привлечет к себе внимание, человек увидит, что есть такой ресурс. Потому что все гонятся за тем, чтобы вот я хочу быть в топе, но все забывают, что очень важную роль играет вот этот вот момент, эффект обратить на себя внимание, засветиться. Сделал классный контент, выложил, он попал в топ, быстробот его схавал, выдал в топ, человек увидел, человек может оставить закладку. Если человек оставляет закладку и он видит, что ресурс живой, что постоянно выкладываются новые материалы, человек, кроме того, что будет читать вас сам, постоянно, ссылка на этот ресурс может попасть еще к кому-то, то есть к другу и то-се-пятое-десятое. Плюс поисковые системы умеют определять и понимают, когда на ресурс кто-то зашел из заклада. Для поведенческих это очень хорошо. То есть вот такая вот ситуация у нас. Значит, что по наполнению сайта контентом? Я уже писал и в своей статье, что очень много американских ресурсов за счет того, что у нас разница во времени, очень много новостей у них выходит ночью. Пока они публикуют новости ночью, наши контентщики идут спать. Они отработали, они посчитали свое количество символов, они заработали денежку, там прокалькулировали, сложили, им хватает на жизнь. Вам не время расслабляться, вам время работать вообще как проклятым. Ночью ресурсы американские выкладывают последние новости, вы идете, пишете материал, пишете статью, я, например, писал статьи до часу, до трех часов ночи, когда они на американских сайтах, еще на японских на каких-то появляются. Беру, пишу, в Яндекс.Вебмастер везде добавил, отправил, соответственно, кросспостинг идет в социальные сети, оп, у меня статья появилась первая. Даже потом, если какой-то очень известный портал напишет новость на эту же самую тему, вы в потоке, вот вы в этой струе были раньше, поэтому вы в топе потом, когда подтянетесь, будете выше этих товарищей. Я писал ночью, и бывало такое, что я писал ночью, когда у меня уже было энное количество посетителей, люди читали, люди приходили, растягивали мои новости, появлялись ссылки, я, грубо говоря, у меня сайт Формула-1 за два месяца, поскольку это такая вот узкая ниша, за два, за три месяца растянули ссылок, у меня за два, за три месяца просто без всяких там раскруток, продвижений, с вкладыванием денег, у меня был ТИЦ, первый месяц был ТИЦ-20, потом ТИЦ-40, потом ТИЦ-70 стал, это просто, я не склоняю вас к тому, что да, давайте, вот ТИЦ-это классно, давайте зайдем гнаться, мы прекрасно понимаем, на что он влияет, и что он по большому счету на нас там как бы не особо давит, не особо делает на погоду и на аэродинамику не влияет, но для кого-то это как бы показатель его работы и вариант для оценки его каких-то действий, то есть просто материалы растаскивались, и через три месяца ТИЦ увеличивался, 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 ну и естественно мы прекрасно понимаем, что ТИЦ это ключик к успеху при размещении допустим статей в каких-то биржах, куда можно добавить свой сайт и просто продавать их и зарабатывать на этом деньги, то есть я ночью публиковал новости, их растаскивали другие ресурсы, ставили на меня ссылки, люди читали это, а бывало такое, что ночью люди, у меня был один случай, когда, ну как бы не один, были случаи, когда люди ночью заходили, читали, вы поймите, Россия большая, и когда у нас ночь, в России уже начинают читать, люди просыпаются, у них 8 часов утра, там или 7, они приходят на работу, начинают читать какие-то новости, они заходят и начинают читать новости, а у вас они уже есть, то есть нужно делать еще и упор на это, публиковать до поздней ночи, по возможности, и как бы с этого все равно будет выхлоп, это просто так бесследно не пройдет, это все будет с большими плюсами для вас, я как обычно, как я всегда говорю, я всегда помечаю о том, что Македо Про это самый откровенный SEO-блог, то есть я ничего от вас не скрываю, я вам все рассказываю, я все показываю, соответственно, точно так же у меня есть список ресурсов, с которых можно дергать новости, пожалуйста, то есть то, о чем я вам говорю, взяли, зашли, отобрали новости, прочитали, интересно, классные фотографии, классные графические материалы, классные тексты, перевели, адаптировали под свой сайт, по большому счету, сделали рерайт с этого перевода, опубликовали, добавили, кросспостинг в соцсети, добавили в вебмастер, все погнали, все классно, вот они, эти ресурсы, вот они здесь все есть, вот Left Lane News, очень крутой американский ресурс, Автомотор Унспорт, немецкий, очень много новостей по Формуле 1, вообще по спорту, очень такая четкая ниша, здесь есть очень много интересных материалов, девушки в автоспорте, у меня, например, была серия постов, именно вот девушки на решетках Формулы 1, и знаете, переходят, переходят ребята, очень там интересные среднечастотники, там от 300 до 800 переходов, там допустим, если брать по Яндекс, по Wordstat, там ключи такие 300, 800, 700, люди заходят, люди интересуются, и потом вот эти вот мои записи с этими девчонками, с фотографиями красивых девушек появлялись в различных блогах, со ссылками на меня, приятно, интересно, сейчас немножко подтормаживаем, очень много окон, видео пишется, поэтому что-то, что-то как-то не особо справляется машинам, вот, Left Lane News, американский портал, здесь всегда очень качественные, очень хорошие изображения, здесь всегда очень хорошие, очень интересные тексты, перевел, отрерайтил, себе на сайт, добавил фоточек, туда кинул, и здесь очень много интересных новостей, непосредственно по американскому рынку, есть вариант сделать, конечно, рубрикатор для сайта, непосредственно по рынкам, можно сделать рубрики, там, по категориям автомобилей, по классам, можно сделать по рынкам, Европа, США, Восточная Европа, Африка, Америка, то есть, как-то так это все свести, вот, отличный ресурс, постоянно новости свежайшие здесь появляются, вот здесь такой вот обновился дизайн, раньше он выглядел немножко по-другому, хорошее изображение, интересные новости, по любой тематике, есть обзоры, может быть, вы сделаете непосредственно сайт, просто не по новостям, а непосредственно по обзорам, что из себя представляет обзор, обзор, это, например, первый тест-драйв автомобиля, то есть, там офигительная просто простыня текста идет, но она тематичная, это не какая-то фиговина, в которую вписаны 555 ключей, и они там кое-как могут по тематике и по смыслу как-то быть соединены, вот обзоры, непосредственно это какие-то тест-драйвы, там очень много фотографий, там очень много качественных интересных текстов, будьте готовы к тому, что американские порталы, это другие метрические системы, это галлоны, фунты, футы, ярды и все такое прочее, то есть, всегда нужно иметь открытым какой-то конвертер расстояний, конвертер массы, длины и еще чего-то, то есть, вы это все берете, не просто так пишете, что вот длина там столько-то футов, столько-то там еще чего-то, вы это все переводите в метры, вы это все переводите в миллиметры, дорожные просветы, И только тогда публикуйте у себя на сайте. Никогда не пишите просто, если, допустим, на сайте, на англоязычном, если это американский портал, написано в футах, а вы там это меняете в метрах. Ну, это просто получается тупо, некрасиво и нелогично. Человек зайдет, посмотрит, у вас там, грубо говоря, там 15 футов длина автомобиля, а вы пишите 15 метров. Ну, это нереально, такой длины легковых автомобилей не бывает. Они там бывают максимум, грубо говоря, если тот же самый Mercedes GL взять, там порядка 6 метров, там 5,59, могу ошибаться. Ну, приблизительно где-то так, то есть до 6 метров почти. То есть следите внимательно за единицами измерения, обязательно. Здесь, пожалуйста, и вот так вот по каждому, абсолютно по каждому порталу здесь есть масса интересных новостей, здесь есть масса интересной графики. Вы это все можете найти, вы это все можете почитать, вы всем этим можете руководствоваться, переводить, использовать. Поэтому все материалы, вот все ссылки, вот этот портал, я их отобрал, и я их складировал, собрал несколько лет, публиковал с них материалы. Они все рабочие, они все активные, то есть можно с этими источниками контента спокойно работать. Ну и вот здесь такое вот, вместо послесловия в своей странице я написал, что на создание читабельного текста, читабельного вида, если, допустим, брать по автомобильной, там, в принципе, по любой тематике, такой среднеразмерный текст, не 2000 символов, понятное дело, а там порядка 400-500 слов, это там 3-4 тысячи символов, ну, уходит порядка 30 минут. Ну, это классный отборный контент, это с учетом того, что вы скопировали, подготовили изображение, прописали дискрипшены, альты, название нормально сделали, там, теги написали, оформили статью. То есть на каждую, вот на одну статью, нормальную, человеческую, интересную, уходит полчаса. То есть, исходя из этого, может быть, у вас будет времени меньше, уходите, не знаю. То есть, исходя из этого, вы можете спланировать, сколько вы сможете накатать статей в день, если вот так вот хорошо заниматься, я думаю, 10-15 можно в день сделать, если понимать, разбираться в рубрике. Если вы в этом деле дуб дубом, в тематике не разбираетесь, пишете медленно, по клавиатуре пальцами бьете, ну, естественно, у вас на это время не уйдет больше. Ну, это не значит, что нужно все бросить и этим не заниматься. Навыки, они приобретаются в работе, нет ничего невозможного, как говорится, нет ничего невозможного. Просто на невозможное нужно немножко больше времени. Вот и все. Поэтому, в принципе, со всем можно справиться. Если у вас есть какие-то дополнительные финансовые ресурсы, то можно этот портал, в принципе, раскрутить, привлечь посетителей. В плейлисте сервиса у меня есть примеры и ролики о работе с агрегаторами новостей платными и очень много бесплатных агрегаторов новостей, куда можно добавить свой сайт. Поэтому работайте, дерзайте, все у вас получится, нет ничего невозможного. И, ребятки, не останавливайтесь. Если вы за что-то взялись, не отчаивайтесь. Всегда можно найти, чем себя мотивировать. Работайте, все у вас получится. Всем всего доброго. С вами был Александр Македа Про. Подписывайтесь на меня в социальных сетях. Читайте мой блог. Смотрите видео на канале YouTube. Подписывайтесь. Будет еще очень много интересного. Всем добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok